Два разных тайма. И уже они имели преимущество, хотя я бы не сказал, что были какие-то моменты, особенно явных моментов не было. Это мяч пропущенный, который с стандарта, но это наша ошибка, которая привела к поражению. Юрий Павлович, в первом тайме Шальке позволял создавать моменты, вы это тоже отметили, но показалось, что где-то не хватало хладнокровия в завершении. И не удержали концентрацию, пропустили гол в самом конце, против гола Тасарая тоже в конце пропустили обидный гол. С чем вы это связываете, то есть то, что не хватает команде в каких-то ключевых моментах хладнокровия? Я с вами согласен в том, что в ключевых моментах не хватает концентрации. Но то, что Шальке позволяло, ничего нам Шальке не позволяло, они также боролись, но у них была концентрация, ложились под удар, последний момент кто-то выручал. Все моменты, которые были в первой тайме, мы заставили Шальке обороняться, и это было наше давление. Почему не хватает концентрации? Ну, это такой достаточно сложный вопрос, чтобы на него ответить. Мы уже не первую игру пропускаем в конце голы. Будем на эту тему работать. Будем работать. И концентрации все-таки не хватает тогда, когда происходит усталость. Я думаю, что наши игроки были уже последние где-то 8-10 минут очень сильно уставшие. Замен, как таковых, в атакующих действиях у нас в этот раз не было, потому что Фарфан травмировал. Фарфан травмирован у нас Смолок, у нас нападающего практически, который мог бы остроту создать не было. Травмирован Рыбус, который тоже напрашивалась заменой с левой стороны. — Илья Павлович, можете сказать, почему Баринов вышел в основном в составе, а не Денисов? — Не Денисов. — И можете сказать, что он стал лидером именно в тот момент, во второй половине первого тайма, когда была основная атакующая игра лидером «Локомотива»? — Это Баринов? — Да. — Ну, почему Баринов? Если бы вышел Денисов, вы бы мне сказали, а почему вышел Денисов, а не Баринов? Баринов вышел и весь состав вышел по той простой причине, что предыдущую игру они сыграли очень хорошо. Баринов достаточно неплохо провел две игры. Мы ему даем шанс для того, чтобы он работал дальше. Вот и все. Простая причина. В Денисову была микротравма. Какое-то время тоже ему понадобится, чтобы прийти в свои кондиции. Каждый матч предыдущий, он дает определенную информацию для того, кто должен играть в следующей игре. Вот такая информация была именно для этого состава. — Вопрос по игре Мануэля Фернандеша. В начале сезона вроде бы было все не очень хорошо, потом наладилось играть. И в этом матче также нестабильно. Первый тайм, в принципе, неплохо. Во втором тайме начал больше ошибаться. С чем это связано, такая нестабильность? — Не только Фернандеш. Я думаю, что во второй тайм все хуже сыграли. Не только Фернандеш. С чем это связано? Ну, во-первых, многое связано от соперника. Соперник более активно начал второй тайм. Они как бы то давление выдержали, которое было с нашей стороны в первом тайме. И смогли навязать свою игру. Это все. — Юрий Павлович, по Вашему мнению, Гильерми виноват в пропущенном голе? — В пропущенном голе виновата вся команда. Потому что это было стандартное положение. Все игроки играли какую-то определенную роль. Но вот в этой персональной опеке не удержали игрока, причем не самого высокого. Гильерми мог выручить или нет? — Наверное, мог. Если вратарь пропускает, значит... Гол есть гол. Мог выручить, а мог и не выручить. Мяч непростой, кстати, был. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова